Отряд особого назначения открывает двери. В пятницу ОМОН Управление Росгвардии организовал для ивановских школьников экскурсию по своей базе. Показали все, что скрыто. События приурочили к важной для ивановского отряда дате. 30 сентября день образования специального значения ВОН. В этот день мы накануне проводим день открытых дверей. Сегодня у нас прибывают к нам на базу два класса школьников, которые полдня проживут жизнью бойца ОМОН. Увидеть работу бойцов спецназа, что называется изнутри, уникальная возможность. В первую очередь школьникам продемонстрировали оружие, находящееся на вооружении росгвардейцев, и технику, которая участвует в сложнейших спецоперациях. Данная машина называется БТР-80. Бронетранспортер предназначен для быстрого доставления личного состава к местам непосредственно введения боевых действий. Что про него рассказать? Машина очень маневренная, очень непроходимая. Также она имеет с небольшой скоростью преодолевать водные преграды. Отдельно детям рассказали о работе саперов и даже показали, как действуют сотрудники, получив сообщение о подозрительном предмете. В пакете из-под сока замаскировано небольшое взрывное устройство. Конечно, не активное, но настоящее. На место прибывают кинолог и служебный пес, специалист по поиску оружия и боеприпасов. Обнаружив взрывчатку, собака присаживается и осторожно указывает на предмет. Дальше черед специалиста ОМОНа. Кстати, снаряжение сапера, призванное максимально обезопасить его, весит примерно 40 килограммов. Обезвреживают взрывчатку при помощи обычной воды. Ну и, конечно, ребят впечатлили показательные выступления ОМОНовцев. И хоть бой тщательно срежиссирован, основан он на реальных приемах, используемых спецназовцами. Мне все очень понравилось. Это было просто море впечатлений. Тут было очень интересно. И мне их немножко жалко было. Когда они падали. Им было больно, наверное. Главное, что узнали школьники, работа бойцов ОМОНа требует постоянного совершенствования физической формы и непрерывного пополнения знаний. Боец ОМОН и вообще боец специального подразделения должен обладать феноменальной памятью, держать в голове большое количество информации, очень много знать, правовую базу совершенствования. Спецназовцы учатся ежедневно по несколько часов в день, совмещая это с постоянными тренировками. Чем не наглядный пример для подрастающего поколения? Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.